Значит, действительно требуется большое количество серверов. Они находятся в Соединенных Штатах, сервера. Часть серверов находится в Амстердаме, часть есть в Южной Корее. Их оплачивает Wikimedia Foundation, американское отделение. За счет этого отделения, собственно, сервера и существуют. Деньги, откуда берутся? Деньги берутся, соответственно, за счет пожертвований. Регулярно появляется, собственно, такая просьба пожертвовать. И люди по всему миру жертвуют. Вот на эти деньги, собственно, существуют сервера. А сколько это стоит? Это стоит, ну, несколько миллионов долларов. То есть ежегодно публикуется отчет, просто там каждый раз цифры увеличиваются. Ну, по-моему, уже десятки миллионов долларов. Но это не все-таки миллионы, не миллиарды долларов. То есть стоит там Google, хотя это пятая предпещаемость. В целом, он как бы в такие достоинности, он, если взять топ-100 сайтов, ну, самый, в принципе, дешевый. Скажите, пожалуйста, как, у меня практичный вопрос, как наладить связь сообщества, которые там имеют намочения выставлять на удаление статьи? То есть, если выставить на удаление статьи... Выставлять на удаление статьи, может любой человек, включая вас. То есть, как бы, после того, как статью предложили к удалению, там появляется такая розовая плашка. И там ссылка прямо на страницу форума, где обсуждается удаление статьи. И там вы можете высказывать аргументы за оставление этой статьи или увидеть, собственно, что людям не нравится в этой статье, почему ее предложили удалить. Ну и, соответственно, дорабатывать в течение недели. Оно висит вот на этом обсуждении. Потом подводится итог, либо она в статье оставляется, либо нет. Вот, собственно, вот именно вот на этой форуме там и происходит обсуждение, соответственно, тем, кому эта статья не безразлична. Но по поводу через неделю. Дело в том, что есть такая статья, которая висит уже довольно долго с этим флажком, в том, как это тактическое удаление, и ничего не происходит. Ну, просто иногда... Какая эта статья? Ну, в целом, не всегда успеваю в течение недели подвести итог, потому что примерно сотня статьи в сутки выставляются, происходят таких сотни обсуждений каждый день. Иногда они, если там они достаточно такие сложные, это, наверное, надо больше недели происходит обсуждение. Тут, как бы, недели – это, как бы, минимальный срок, а больше он, как бы, на самом деле, пока правила Википедии не ограничены. Там обсуждают, как ввести ли какое-то верхнее ограничение на это обсуждение, но пока нет. Да, у вас есть вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть вопрос. Вы неожиданны. Я, представляю, я, поскольку вы выдаватель университета, имею дело с тем, что студенты довольно все больше и больше пользуются Википедией. Сталкиваюсь с тем, что, вот по моей специальности, значит, на стаковедении наши статьи на русском языке в разы хуже по качеству, чем на различные статьи. И в результате приходится запрещать студентам пользоваться в русской Википедии по слову нашим. Потому что, ну, просто, например, классический пример. Начинается, хотя начинается. Нормально. Потом вдруг там даются какие-то авторские сведения, условия, как в момент Анастасовский решат в этом. Ну, я говорю, не до такой степени, конечно, но они проверили со ссылками на какие-то старейшие работы. Я понял. Что может сделать, собственно, университетская сообщество? Студенты меня спрашивают. А можем ли мы, например, взять как-то это исправить? Да, давайте я объясню. Значит, я, кроме как работаю в Википедии, я еще зацент Московского университета, преподаю наскую тему психологии. Мы делаем следующее, соответственно. Студенты старших курсов, они пишут статьи про психологию, потом эти статьи отдаются специалистам в этой теме, профессорам, член-клорам и академикам, которые эти статьи вычитывают, и после этого там студенты получают автомат или не получают. Соответственно, так как экзамен сложный, это просто один из возможных таких опытов, получить автомат. Они все стараются, там иногда статья отправится на доработку, там иногда два рецензента, двойное слепое преподавание не знает, чьи статьи они смотрят, студенты не знают, кто их статью прочитает. И уже несколько сотен статей по психологии, они написаны в принципе нормально. Соответственно, если бы вы мне стал запрещать, наоборот, попробовали, наоборот, сделать так, чтобы эти статьи улучшить, потому что однажды это все улучшит, они же остаются навсегда. То есть это, вот смотрите, студенты, они пишут постоянно какие-то рефераты, да. И эти рефераты реально никто же не читает. Дай бог, чтобы один человек прочитал. Или даже, мало того, не то что рефераты, их дипломы, или даже кандидатские мало кто читает. Эта работа, по сути, непонятно зачем. Тут они пишут, это видят не только, это видят все, это, по сути, такая оценка идет по гамбургскому счету, и все полезное, что он делает, оно сохраняется. То есть, в принципе, я бы призывал вас как раз наоборот сделать вот так. То есть они пишут студенту, вы смотрите, что они написали там по тематике, и дальше уже, соответственно, оценивать их знания. Спасибо. У меня есть вопрос. Статья от компании говорилось дважды, один раз с утверждением, второй раз, как бы, поскольку ее отредактировали, максимально не понимали. И сравнили, он на такой текст лежит на английском, и в виде, и там, как раз, получат на обороне, и, соответственно, еще и актуально. Российский администратор два года дает на футбол, второй раз за возможность усыновления, скажем, что у нас есть. Да, ну, смотрите, критерии значимости в разных разделах, они различаются, да. В английском они более мягкие критерии, там иногда там же делают статьи, просто программы помещают там какие-нибудь программы телепередач за разные годы. Вот, или про каждого покемона отдельную статью, где помск один год. В русской более жесткие критерии в каждом разделе, правила делаются незамисимыми, и вот эти критерии, они немножко различаются. Соответственно, если статья после обсуждения была признана на незначимую тему, соответственно, она удаляется, и если, соответственно, человек настойчиво все равно ее удалили, а он все равно создают, там есть возможность защитить ее создание. А что за это удаление? Почему удаление не за незначимостью? Из-за того, что совершили рекламу второй раз, даже не проверили источники, хотя там, ну, текст максимально сокращен. Ну, я ее видела, она, ну, вот такая. Там три статьи. Ну, понимаете, там, может быть, сама те статьи, трудно сказать, я не знаю, что за статья, поэтому тут конкретно... Ну, может быть, компания незначима, поэтому она выглядела как все равно реклама. Ну, знаете, там есть разные компании, можно описать про «Газпром», а можно описать про «Парихвачерскую» своего дома. Ну, в одном случае статью оставить, в другом удалять, да. И знаете, что мы любим «Газпром», но не любим этот «Парихвачерский». Ну, потому что он с разных экспертаций. Знаете, еще буквально два вопроса? Можно я, что на руках, если... Можно очень коротко вопрос такой? А как НКО могут распространять свою, как бы, и свои идеи, да, через Википедию? Миха, дело в том, что в Википедии нет трибуна, чтобы распространять какие-то идеи. Публикуйте книги, публикуйте исследования, а дальше уже ссылка на эти книги. Пишите статьи. То есть критерии достоверности научности является знанием. Наиболее значимым, правильно я понимаю? Еще раз. Критерии достоверности научности является приоритетным. Да, ну, соответственно, у нас важен критерий проверяемости. То есть, что этот факт можно проверить, и, собственно, он опубликован в авторитетных источниках, и, соответственно, тогда он помещается в Википедии, нигде не было размещено, и, может быть, если эта информация как бы нигде не опубликована, ее помещать в Википедии нельзя. Скажите, а вот вы еще употребили понятие нейтральности, что, значит, вы сегодня пытаетесь уйти от всяких оценочных суждений, да, но это же тоже очень сложно, да, есть на уровне терминологии даже эмоциональные там вкладки различные. Вот кто это определяет? И есть ли у вас, например, на сегодняшний день, ну, претензии к вам, что вы того или иного персонажа, скажем, оценили так, как он не хотел? Ну, конечно, претензии огромное количество, и постоянно они есть. Есть действительно тема, когда, ну, когда человек начинает писать статью в Википедии, как правило, его эта тема волнует, и, значит, либо он эту тему очень любит, либо он ее ненавидит. И иногда первые версии статьи, они ненейтральны. После этого, соответственно, постепенно они как раз вычищаются, вот эти всякие ненейтральности, и статья становится более нейтральна. Есть спорные темы, ну, например, по сути, русская Википедия оказалась такой полем боя между азербайджанцами и армянами. Статья про Нагорный Карабах, соответственно, это и русский, это общий язык, собственно, для вот этих двух народов. В этом случае есть вот такие спорные темы, там, есть, кроме Нагорного Карабаха, там, по гражданской войне, тема про Хрым, ну, и там еще, там, раз, репрессии, там, и, ну, и много еще, тем, но не так много, на самом деле, около десяток. В этом случае такие статьи можно защитить от изменений, и там назначаются, вот, как бы, люди избирают посредников, которые, как бы, в теме, разбираются в этой теме, но не придерживаются, не являются приверженцами той или иной стороны. А после этого, соответственно, идет обсуждение, и каждый факт формулируется так, чтобы там, как бы, обе стороны были согласны, вот, сами факты. То есть, например, там, про какое-то событие, сейчас не помню, фактология, но, в общем, писали, там, какая-то резня, она длилась два дня, там, одним источником одной стороны, или три дня по другой, потому что там, как бы, формально, по датам оно длилось, соответственно, три дня, а по часам, соответственно, два, да, меньше, там, сорока восьми часов. Ну, соответственно, просто взяли статьи и написали. Началось тогда-то, закончилось тогда-то. И слово резня убрали. И, как бы, этот спор убрали. Вот, ну, вот такого типа это происходит. Вот, последний вопрос буквально. Можно спросить, как, кстати, страница особой важности, у многих любимых странах? Что они там? Касательно, пожалуйста, особой важности. Могут ли там на себе правки всех пользоваться, но в этой пользователе должно быть определенная количество коммуникаций оборудования? И как миновать обсуждения при коммуникации своей правки, чтобы это сразу ваши правки? Хорошо. Ну, смотрите, значит, есть, иногда страница защищает от изменений, если вдруг там идет такой постоянный вандализм, то есть у нее что-то вносит какие-то шутки, ну, иногда там бывают как всплески вдруг какой-то, и все начинают туда что-то вписывать. Ну, тогда такую статью на время защищают от изменений. Или там постоянный конфликт вокруг этой статьи, тогда уже возникает посредничество, и тогда она там тоже защищена от изменений. Или, например, главная страница, она тоже защищена от изменений, чтобы ее не вандализировали каждый день. Но в целом все статьи, 99,99% статей, они свободны от изменений, то есть вы вносите изменения, нажимаете сохранить, вся эта информация тут же видна любому человеку. У нас, соответственно, в Википедии нет премодерации, в Википедии есть постмодерации, то есть любой человек даже видит, что что-то неадекватное, если это уберут. Поэтому всегда, конечно, есть риск, что вы почитаете статью в Википедии, в нее там три минуты назад какой-то странный человек что-то внес. Ну, что нужно, да. Ничего страшного, мы там очень быстро все это убираем. Спасибо большое, Станислав.